Итак, мы читаем 28 стих из 3 главы, первой песни Шимадбхагватам, которая называется «Кришный источник всех воплощений» или на санскрите «Джанмагухья адхьяя», что важно для нас. Итак, 28 стих. Кришна-сту-бхагаван-свайам, индра-ривья-кулам-локам, мридаян-ти-юге-юге, этэ-чамша-калах-пумсах, Кришна-сту-бхагаван-свайам, индра-ривья-кулам-локам, мридаян-ти-юге-юге. Все перечисленные воплощения представляют собой полные части, либо части, полных частей Господа. Однако Господь Шри Кришна – изначальная личность Бога. Они не сходят на разные планеты, когда там по вине атеистов возникают беспорядки. Господь не сходит, чтобы защитить верующих. Продолжение. Комментария. По утверждению силы Дживы Госвами, основанного на авторитетных источниках, Господь Кришна – источник всех остальных восплощений. Сам же Господь Кришна не имеет источника. Личности Господа Шри Кришни в полном объеме присущи все признаки высшей истины. И в Бхагавадгите Господь провозглашает, что нет истины превыше Него, или равное Ему. В этом стихе употреблено слово «своям», подчеркивающее, что у Господа Кришны нет иного источника, кроме Него самого. Несмотря на то, что и в других местах воплощения описываются словом «бхагаван», указывающим на особые функции этих воплощений, они нигде не провозглашаются верховной личностью. Поэтому в этом стихе слово «своям» определяет верховную власть, как «сумум бонум». Кришна «сумум бонум» – высшее благо, один и только один. Он сам распространил себя в разнообразных экспансиях, частях и частицах. К ним относятся своем Рупа, своем Пракаша, Тадекатма, Прабава, Вайбава, Виласа, Аватара, Авеша и Джива. Все эти личности наделены соответствующими энергиями, которых также великое множество. Ученые, сведующие в трансцендентной науке в результате тщательного изучения, пришли к выводу, что «сумум бонум» Кришна обладает 64 основными свойствами. Экспансии или категории Господа лишь частично проявляют эти свойства, полностью же ими обладает только Шри Кришна. Все его личные экспансии, Своям Пракаша, Тадекатма и так далее, вплоть до категории Аватар, являются вишнутатвами и имеют до 93% этих трансцендентных свойств. Господь Шива не Аватара, не Авеша, а нечто промежуточное, обладает этими свойствами почти на 84%. А Дживы, то есть индивидуальные живые существа, занимающие различные положения, обладают не более чем 78% этих свойств. Находясь в материально обусловленном состоянии, живое существо обладает этими свойствами лишь в очень незначительной степени, в зависимости от того, насколько оно благочестиво. Самое совершенное из живых существ – Брама, управляющий данной Вселенной, ему присущи 78% этих свойств в полном объеме, остальные полубоги обладают этими же свойствами, но в меньшей степени, а люди обладают ими лишь в очень незначительной степени. Идеал совершенства человека – полностью развить себе все 78% этих свойств. Живое существо никогда не может обладать теми же свойствами, что Шива, Вишну или Господь Кришна. В полной мере развив 78% трансцендентных качеств, живое существо может стать божественным, но никогда Богом, подобным Шиве, Вишну или Кришне. Хотя со временем оно может стать Брамой. Есть куда расти. Все божественные живые существа – вечные спутники Бога, населяющие различные духовные планеты, которые называются Харидама и Махешедама. А над всеми духовными планетами находится опитель Господа Кришны, Кришналока или Галока Вриндавана. Совершенные живые существа, полностью развившие 78% упомянутых качеств, оставив нынешнее материальное тело, могут попасть на Кришналоку. Ширикришна, Бхагаван, Ки-Джае, Эдэчамша, Калах, Пумсах, Кришна, Сту, Бхагаван, Своям, Индрари, Вьякулам, Локам, Ридаянти, Юге, Юге. Намам, Вишну, Падай, Кришна, Прештая, Бутале, Шримате, Бхакти, Виданта, Свамини, Тинамине, Намасте, Сарасвати, Деве, Горавани, Прочарине, Нервишеша, Шуннявади, Пашчатяде, Шатарине, Ванча, Калпатару, Вьяща, Крипасин, Дубе, Вача, Патитанам, Паваны, Бхов, Ваишнаве, Бхов, Намона, Маха, Жай, Шри Кришна, Чайтанья, Прабу, Ниттянанда, Шри Адвайта, Гадатара, Шри Васади, Гора, Бхакта, Вринда, Харе, Кришна, Харе, Кришна, 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 Харе, 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 Рама, Харе, Рама, 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 Харе, Харе. Адьян, Уламбит, Бхуджок, Накавадату, Санкертанай, Кипитаро, Камалай, Такша, Вишвамбарод, Виджаваро, Югодарма, Палу, Вандей, Джагат, Прия, Каро, Кару, Наватару, Ниттах, Правище, Мамовачим, Имам Прасуптам, Сандживая, Текила, Шакти, Дарах, Савадамна, Аням, Ща, Хаста, Чарана, Шравана, Твага, Дим, Прананна Мау, Бхагавате, Буруша, Эту, Бим, Харе, Кришна, Хм. Мы читаем с вами, как я уже объяснял, один из основополагающих стихов о Шимадбхагвате, который лежит в основе всей седанта или всей теологии Гаудеи Вайшнавов. Я говорил, что два стиха важны, и для объяснения этого стиха Шиладжива Госвами написал огромный труд Бхагват Сандарпу. Этот стих, который мы изучаем сегодня, является стержнем или главным стихом в Кришна Сандарпе. И сегодня у нас будет полемическая лекция. Я буду приводить логические аргументы и контраргументы в пользу именно нашей интерпретации этого стиха. И мне хотелось еще раз повторить тот стих из читания Черетамлита, с которого я начал вчерашнюю лекцию. И в частности, обратить ваше внимание на то, как Шила Прабхупада переводит или интерпретирует этот стих из читания Черетамлита. Сиданта балия читы накаралас. Человек никогда не должен лениться в обсуждениях сиданты, в различных тонкостях сиданты или философии. Иха хайте кришне лаги судридха манас. Благодаря этому ум становится очень сильным. Судридха. Судридха манас. И этот ум приобретает привязанность к Кришне. На самом деле это то, что мы хотим. Мы хотим зафиксировать свой непостоянный ум, который мечется с одного предмета на другой, который все время перескакивает, который любит рассеянное состояние и не любит сосредоточенности. И здесь Чайтанья Махапрабху подчеркивает это. Иха хайте из этого кришне лаги судридха манас. Наш ум сможет сосредоточиться на Кришне. В этом суть. Их сила праупада переводит первую часть этого стиха, что не стоит лениться рассматривать Сиданту с точки зрения противоречивости. Иногда человеку неприятно. Скажите мне как надо, и я так и буду следовать. Часто есть этот соблазн. Не морочьте мне голову. Ну, Кришна, ладно, пусть будет Кришна. Хорошо, не жалко. Мне не нужны все эти за, против, контраргументы, аргументы. И Чайтанья Махапрабху предостерегает нас от такого отношения к философии. Мы должны до конца понять все, чтобы у нас не оставалось ни тени, ни сомнений. Потому что что случается с человеком, который ленится или даже заслоняется от каких-то противоречивых моментов, боится рассматривать противоречия, чтобы его вера не пострадала, сомнения все равно остаются у него внутри. Он может даже не знать о существовании этих сомнений, но эти сомнения изнутри, из его сердца подтачивают его веру и подтачивают его сосредоточенность на духовной практике. Как сам Кришна говорит в Бхагавадгите, что сомнения находятся в самой глубине сердца. Он говорит, возьми меч знаний и разруби все эти сомнения, которые ты скрываешь в самой глубине сердца. На самом деле мы держимся за свои сомнения. Сомнения нужны нам как оправдания. Оправдания в нашей лени, в нашей расхлябанности, в нашей... Ну, так или иначе, нам много в чем надо оправдываться. И оправдания очень удобно вывести из сомнения. А может, оно не так. Поэтому мы храним сомнения где-то глубоко. И Кришна говорит об этом. Возьми меч знания, разруби это все. Ну, то есть, такой очень фанатичный стих. Чтобы никаких клочков не осталось. И о том же самом говорит здесь Свеча Тани Махапрабу. Он говорит, не бойтесь противоречий. Научитесь либо примерять эти противоречия с точки зрения нашей философии, либо разрешать их, отбрасывая неверную седанту. Иначе говоря, мы должны знать седанту, иметь вкус к этой седанте. Это я в оправдание моей запутанной лекции. После которой вы, скорее всего, выйдете со слегка кружащейся головой и скажете, что голову морочат. Сказали бы Кришну, ну ладно, пусть будет Кришна. И так все, вернее, все просто, но не так просто. И, собственно, вчера мы остановились на том, что я попытался сказать, что даже в самом контексте этих первых трех глав Шриман Бхагаватам, которые составляют краткое содержание всего Шриман Бхагаватам, ответ на пять, на шесть вопросов, заданных в первой главе Шриман Бхагаватам, даже из самого контекста можно ясно увидеть, даже из первых шести вопросов, можно ясно увидеть особое положение Кришны. Что Кришна не Пуруша Аватара и не Лила Аватара. Кришна некто особый. И я пытался в самом конце заострить ваше внимание на то, каким образом Сутага с вами отвечает на этот третий вопрос мудрецов наимешарани. Отвечая на этот третий вопрос, он доказывает для нас одну очень важную вещь. То, что Кришна есть высшее упасие или высший объект поклонения. То, что каким бы путем человек ни шел, в конце концов он зависит в своем успехе на этом пути от Кришны. Васудева паравида, Васудева парамакахан, Васудева пара йога, Васудева парагянам, Васудева пара все. Васудева есть высшее. Высшее йога, высший путь, высшая карма, высшая крия, высшая тапа, высшая аскеза. Что бы мы ни делали, плоды всего этого дает Васудев Кришна. И именно для этого Кришна сам приходит. Васудев сам приходит или рождается в этом мире и у Васудева и Деваки. А для того, чтобы дать нам нечто самое высшее или самый высший объект поклонения, возможность думать о нем, о его лилах. И в сущности царица Кунти очень четко объяснила этот момент. Бави смин клещама ананам авидья карма карма бих. Авидья кама карма бих. Человек, который из-за своих невежественных желаний авидья кама карма бих совершает какую-то деятельность. В результате этого он страдает. Наши все страдания, они сводятся к одному, к авидья каме, который заставлял нас совершать карму. Невежественным желаниям, которые двигали нас, непонятно в каком направлении. И для этого приходит Кришна. Шравана смаранархани, корисяна текечева. Он приходит для того, чтобы Шравана, Смарана и Архана, чтобы мы могли слушать о нем, помнить о нем и Архана поклоняться ему. То есть, иначе говоря, отвечая на этот вопрос, зачем Кришна пришел или явился в этом мире, родился в этом мире, из лона деваки, у васу девы, который символизирует трансцендентное положение. Васу дева есть, это саттвам вишудам, васудеевашабдитам. Слово васудеев означает вишуда саттва. Сам Господь проявляет эту чистую саттву, вишуда саттву, чистую благость или духовный мир здесь, для того, чтобы избавить, в конце концов, нас от страдания. И таким образом, Он является высшим объектом поклонения. И очень важно, это особое место Кришны очень важно для нас, потому что очень скоро мы начнем спорить с Мадвачарией, который хочет сказать, что все одинаковые, что все аватары находятся на одном уровне. Почему для нас так важно особое отстоять, доказать, утвердить и быть абсолютно уверенным в особом положении Кришни? Потому что наша философия, это философия чего, в конце концов, это философия священных чувств, священных эмоций, расы. И ни одна другая аватара. Возможно ли, в отца ли раса с Нарисим Хадевом? Можете себе представить, вы берете к себе на колени Нарисим Хадева, и гладите его по его гриве. Чу-чу-чу-чу-чу, Нарисим Хадевушка. А возможно ли, сакья раса с Курмадевой? Можно с Курмадевой бегать, с черепахой, по полям, или играть. Возможно ли, Матхурия раса с Матсио-девой? Это очень важный момент. На самом деле, даже Рамачандра, самый высший из всех остальных аватар, с Ним, возможно, в общем-то, только Даси раса. Даже сакья раса, Гаурава сакья раса, до какой-то степени возможно. Но даже его друг, Лакшман, находится в отношениях слуги с Ним. Практически одна единственная аватара проявила всю полноту отношений, всю полноту блаженства, которые человек может получить или душа может получить в отношениях. И это философия или теология священных чувств, священных эмоций, расы, она вся находится в Кришне. Акила Рассамбрита Мурти, он есть это воплощение всех рас, бессмертных рас, бессмертных отношений, бессмертного блаженства, которое исходит из него, когда мы вступаем с ним в эти отношения. Поэтому если мы ставим всех на один уровень, то мы все равно, что говорим, что раса не важна. Кришна особенный. И это, собственно, смысл этого стиха. И не только Кришна особенный, его преданные тоже особенные. Это не про вас, не думайте. Это про тех, кто действительно по-настоящему предан. У него есть поразительные преданные. Его флейта особенная, его красота особенная, его лила особенная. Он не равен никому. Здесь Шилапрупада в комментарии говорит, что Кришна стоит особняком даже по отношению к другим Вишну Татановым или Вишну Аватарам, проявлением Вишну, которые тоже в разной степени проявляют себя. И, соответственно, его обитель тоже особая. И в конце концов мы должны куда попасть силы праупада в самом конце комментария говорит об этом. На галоку Вриндавана, во Вриндавана, во Вриндавана мы попадем. Харе Кришна. И если мы не поймем, что Кришна особенный, мы никогда не поймем этого и никогда не попадем на галоку Вриндавана. Но Майкунтху может быть в лучшем случае. В худшем случае останемся в Краснодаре. Тут тоже неплохо, море и все остальное. Но мы-то хотим туда. И для этого, поэтому так важен этот стих. Когда другие школы пытаются опровергнуть нашу интерпретацию, мы должны очень хорошо знать, почему все-таки Кришна особенный. И сейчас собственно начинается самое важное. Я буквально в двух словах скажу о трех оставшихся вопросах и о том, где находится ответ на эти вопросы. Я достаточно подробно вчера объяснил три первых вопроса. В чем высшее благо, в чем суть всех священных писаний и почему Кришна родился из Лона Деваки у Васу Девы и появился в этом мире. И третий вопрос, как я уже объяснил, он не такой ясный, но он в сущности о Пуруша аватарах, потому что именно так Сута Гасвами отвечает на этот вопрос. Я уже говорил, что он кончает отвечать на третий вопрос в двадцать девятом стихе второй главы первой песни Шимад Багвата. Начиная с тридцатого стиха и до конца второй главы и также в первых пяти стихах третьей главы, которую мы сейчас читаем, он отвечает на четвертый вопрос. Объясни мне аватары или Пуруша аватары. И тут нужно очень хорошо понимать, кто такие Пуруша аватары? Кто такие Пуруша аватары? Как их зовут? А? Каранадакаша и Вишну, Гарбадакаша и Вишну и Кширадакаша и Вишну. Это три проявления кого? Да. Это совершенно верно. Каранадакаша и Вишну Санкаршана, Гарбадакаша и Вишну Прадьюмна, и Кширадакаша и Вишну, а не Рудха. Это три проявления Параматмы. Параматма это властитель или контролер этого мира. И Каранадакаша и Вишну это параматма чего? Всего материального творения. Он сверхдуша всего материального творения. Он управляет всем материальным творением. Гарбадакаша и Вишну это параматма чего? Параматма нашей вселенной. Вселенной, где мы находимся. Он управляет всеми делами здесь. Из него выходит Брама, который сотворяет эту вселенную. И Кширадакаша и Вишну это параматма чего? Да. Это параматма каждого индивидуального живого существа. Он находится в сердце каждого живого существа. Из Васудевы происходит Санкаршина или Карандакаша и Вишну. Из Санкаршины происходит Прадьюмна или Гарбадакаша и Вишну. И из Прадьюмны происходит Анирудха или Кширадакаша и Вишну. Это три параматмы, которые творят мир, которые управляют всей этой вселенной, всей материи. Иначе говоря, эти три проявления Бога это Бог для чего? Для этого мира. И обычно в религиях ограничиваются именно этим. Бог для этого мира. Бог для нас, Бог для меня, Бог для всего мира. Но Бог он же своям богован. У него есть свой мир. Он должен быть сам для себя. Логично? Он же не обязательно должен быть только для этого мира или только управлять делами этого мира. у него есть своя обитель. И кто этот богован? Очень важно понимать. Соответственно, это был четвертый вопрос. И пятый вопрос. Расскажи нам о лилах аватарах. аватарах. Расскажи нам об этих играх различных аватарах. аватарах. И ишвара ишвара ишваря ся отмамая я, который приходит сюда по своей воле. Отмамая я. Ишвара, приходящий сюда в этот мир и совершающий свои лилы по своей воле. Это был пятый вопрос. И соответственно, на пятый вопрос извиняюсь, Пуруша аватара или Параматму. Дальше он объясняет лилы аватары. И этому посвящена эта глава Джанмагухи Адьяяя. Третья глава Шиманбхагвы. И мы наконец шестой вопрос. Где нашли прибежище? Где нашла прибежище Дарма? И в самом конце третьей главы Сутага с вами отвечает на этот вопрос. Дарма век Калии для людей ослепших от невежества века Калии. Где нашла Дарма прибежище? Шиманбхагватам. Иначе говоря, Шиманбхагватам еще раз устанавливается или утверждается как высшее описание. Вот. Это контекст шесть первых вопросов основополагающих, на которые потом будет подробно объясняться или отвечаться в течение всего хода повествования шиманбхагватам. И дальше просто чисто любопытно как Сутага с вами начинает отвечать на эти вопросы. Вопросы заданы в первой главе. В начале второй главы сначала после того как Сутага с вами приносит поклоны Шукадевы Госвами Он произносит два стиха кланяется перед Шукадевы Госвами. Потом он говорит Он произносит мантру которую нужно произносить перед чтением Шиманбхагватам. И сразу же Он произносит пятый стих. Слушайте очень интересный стих. Потому что уже в пятом стихе Он делает намек что Кришна особенный. Мунаях саду пришто хам о муни о великие мудрецы ваши вопросы замечательные бавадбир локамангалам ваши вопросы достойны хвалы саду бавадбир локамангалам они приносят счастье или удачу всему этому миру. Яд критах Кришна сам прошно Янатмасу проси дати. Потому что когда человек задает вопросы о ком? О Кришне. Кришна сам прошно Янатмасу проси дати. Что человек чувствует? Счастье в своем сердце. Просто даже задавая вопросы о Кришне можно почувствовать счастье. не говоря уже о том чтобы выслушивать ответы которые мы получаем когда задаем вопросы о Кришне. То есть иначе говорят сразу же он говорит они задали вопросы обо всех остальных он говорит спасибо что про Кришну спросили. Спасибо что не забыли о самом главном спросить. А то часто мы задаем всевозможные вопросы а Кришне то не спрашиваем бывает с вами такое да иногда где купить где найти где поспать где поесть как компьютер наладить важные вопросы но сута Госвами говорит яд критах Кришна сам прошло за то что вы задали эти вопросы о Кришне я на атмосу проси дати это само по себе принесет благо всему миру и так уже еще раз я хочу сказать что с самого начала Шимат Бхагватам выделяет Кришну это очевидно но тем не менее это косвенные свидетельства это непрямые свидетельства и более того в самом Шимат Бхагватам есть масса утверждений и мы будем говорить об этом где говорится что Кришна это просто аватара просто одно из многочисленных воплощений Вишну не говоря уже о других священных писаниях где об этом только и говорится много разных всевозможных свидетельств например знаменитая история которая повторяется в Вишну Пуране и в Махабхарате о том что когда на земле расплодились демоны и когда земля очень страдала и полубоги обратились к Вишну для того чтобы он спас их как-то Вишну вырвал у себя из головы два волоса один был белый а другой черный и белый волос попал в лона рахини а черный волос попал в лона деваки в результате родились кто да Кришна и Баларам Кеша Аватара их так и называют Кеша Аватара значит воплощение волос Господа Вишну я готовясь к этому семинару на форумах встречал очень мудрых кришнаитов которые сражались с этими аргументами они говорили что за глупость такая у Вишну белых волос быть не может мощный аргумент да опровержение такое Вишну же не может посидеть как у Вишну белый волос вы что о чем говорите друзья мои в своем желании отстоять достоинства Кришны пожалуйста следуйте ачарьям а не выдумывайте свои собственные аргументы Вишну на то и Бог чтобы у него белые волосы тоже были сказать что у него не может быть белых волос это нонсенс если он хочет вырвать белые волосы у него все белые волосы станут он Вишну но что я хочу сказать то что все эти рассуждения из начала Шимат Бхагаватам они косвенные более того я уже говорил что в первом стихе Шимат Бхагаватам в Ясадев не говорит давайте думать о Кришне он говорит что он к чему нас призывает сатям парам димаги давайте думать о правде газета такая была правда об этом он нас призывает думать сатям парам димаги он не говорит кришнам парам димаги давайте думать о Кришне так и в этом тоже проблема то есть Иначе говоря, это все непрямые, косвенные свидетельства, некая анумана, логика, логические выводы, которые мы делаем. Давайте все-таки посмотрим или отстоим это прямое утверждение, где Суты Госвами и Шукадева Госвами говорят, Давайте с вами эту вещь отстоим. Шила Праупада, кстати говоря, подробно описывает эту историю с Кеша-аватарами, с двумя волосами Господа Вишну в Чайтане-Чиритамрите. Не подробно он упоминает ее, цитирует Махабхарату, цитирует этот отрывок и ссылается на различные писания, где ответ на это дается. Мы, может быть, если у нас хватит времени, поговорим про два волоса Господа Вишну, которые превратились в Кришну и Балараму, и почему, и что это значит. Но сейчас я хотел сначала дать, сначала я вас хотел полностью переконвертировать в последователь Мадовы, в Татваваде. Готовы, да? Вот, вот, уже некоторые из... Те, кто боится, лучше уходите. Опасно, 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 но что делать, мы смелые люди. Пристегивайте привязные ремни, сейчас мы будем с вами разбирать очень сильные аргументы Мадвачарии. Я до этого скажу, каким образом Шридар с вами, изначальный комментатор Шримад Бхагаватам, объясняет этот стих. Это Чамша Калапумсах, Кришна Сту, Бхагаван Своям. Это тоже важно. Стих очень простой. Это Ча Амша Калапумсах. Все эти перечисленные до этого аватары, многочисленные, 22, они являются Амшами, вернее 20, потому что Кришна и Баларам тоже среди них. Эти 20 других аватар, они являются либо Амшами частями, либо Калами частями частей Пумсы или Пуруши, Параматмы. Все они исходят из Параматмы. Но Ту, Кришна Сту, Бхагаван Своям, но Кришна кто? Сам Бог. Правильно? Вроде бы все ясно. Но уж больно оно не укладывается в контекст ведической литературы. Поэтому разные Ачарии пытаются по-разному объяснить это. И только наши Ачарии принимают это утверждение за чистую монету. И я попытаюсь вкратце объяснить логику. Сначала Шейдар Свами. Шейдар Свами говорит, да, все правильно, это Чамшакалапумсах, все это различные проявления Пуруши, но Кришна является муло-нарайиной. Кришна это не воплощение Пуруши, это сам Нарайина. И в данном случае под Кришной, говорит Шейдар Свами, подразумевается кто? Кришна. Криш что значит? Криш, корень крыш значит притягивать, правильно? Тянуть. Отсюда слово крестьянин. Крестьянин, это реальная этимология, оно из санскрита происходит. Кришнин, он что тянет? Лямку тянет, да, плуг тянет, он пашет, это его основная вещь, он тянет. И, соответственно, санскритское слово для крестьянина, крыши, крыши, крыши значит те, кто тянут, те, кто пашут. Вот. Криш значит тянуть, на значит это суффикс, иначе говоря, Кришна это тот, кто втягивает, правильно? Иначе говоря, Кришна в данном случае, Кришна стуба гаван своям, это Нарайина, который в себя все втягивает в конце, правильно? Сначала из него выходили, выходили аватары, но теперь надо все это обратно втянуть, поэтому его называют как? Кришна. И Сидар с вами объясняет этот стих таким образом. Все остальное были аватары, но когда речь идет о том, чтобы сворачивать творение, то нужно понимать, что все это входит в Кришну или в Нарайину. Почему он называется Кришной? Потому что он в себя все втягивает, имеется в виду не тот самый Кришна, который до этого был перечислен 19-20 аватарой. Кришна с Балараму, не он. Мы с этим не согласны, но об этом позже. Но вот уж точно с чем мы не согласны, это с тем, как Маду Ачаря начинает объяснять этот стих. Слушайте внимательно. Сидар с вами еще, ладно, еще куда ни шло. Хотя тоже мы с этим не согласны, но Маду Ачаря, ух, Харе Кришна. Сначала несколько слов защиту такого объяснения. Маду Ачаря не случайно именно так объясняют эти стихи. Слушайте, это очень важно, потому что это некий фундамент философский. Маду Ачаря пришел, его основная миссия какая была? А провернуть кого? Майаваду. В Шанкарачаре. И Майавада, в чем суть Майавады? В том, что он Бог, ты Бог и я Бог. Мы все Боги. Нас трое, и мы все Боги. Вы, я, он, все Бог. Правильно? Так, а иначе говоря, Шанкарачаре, он уничтожил духовное разнообразие полностью. Нету духовного разнообразия. Поэтому пришел Рамануджи Ачаря, и после Рамануджи Ачаря пришел Маду Ачаря. И Маду Ачаря, он всегда изображается с такой мудрой. Что это значит? Что значит это мудро? Двое, да, двое. Двое. Двое, это кто? Бог и Джива. И они разные, и никогда Джива не станет Богом. Чила Прабхупада повторяет эту мысль в комментарии. Не надейтесь, друзья мои. Ничего не получится. Есть такой анекдот, как раввин подходит к католическому священнику. И спрашивает у него. Слушай, а вот ты, если будешь продвигаться, продвигаться, кем ты можешь стать? Он говорит, ну если буду продвигаться, смогу епископом стать. Он говорит, правда, да? А еще выше? Ну если сильно продвинусь, кардиналом стану. А еще выше? Ну если еще выше, стану папой римским. Он говорит, и все, все, выше нельзя. А наш-то еще выше пошел. Наш-то Богом стал? Но это шутка. Богом стать невозможно. И вы никогда не станете. И Мадвачария, чтобы лишить нас последних надежд на это, всегда держал два пальца. И для него важно, для него принципиально важно доказать отличие между Богом и живым существом. То, что есть дживатма, которая тоже в каком-то смысле проявление Бога. Мы же говорим об этом. Шила Прабхупада перечисляет дживатму, но для него важно показать эту пропасть между дживой и вишнутатвой. И когда мы находимся на этом конце спектра, когда мы смотрим с этого конца вверх, можем мы там видеть отличие? Не, мы не видим там отличие. Там все равны. И в принципе, это правильная позиция для начала. Мне хотелось, чтобы мы, обсуждая философию Великого Ачария, Великого Вайснава Ачария, ни в коем случае не опустились до неправильного понимания его философии. Он хочет сообщить нам в высшей степени важную вещь, которая должна сделать нас смиренными. И Шила Прабхупада то же самое проповедовал в каком-то смысле. Когда люди из клуба Гопи Бавы в Лос-Анджелесе стали ему говорить, что мы не слушаем все эти остальные игры Кришны. Эти все на Курукшетре, там это все, Бхагавадгита. Мы только об его играх с Гопи слушаем. Шила Прабхупада разгневался. И когда у него спросили, ну разве Гопи не выше, чем коровы, Шила Прабхупада стал топать ногами и кричать, нет, 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 для вас нет. И мы должны очень хорошо это понимать, когда речь идет о духовной сфере, и мы становимся в позицию судьи и говорим, этот выше, этот ниже, мы совершаем оскорбление, потому что мы делаем это с точки зрения гордыни своей. И Мадвачарья, объясняя, что все воплощения Господа находятся на одном уровне, имеет в виду одну очень важную вещь, они все находятся на трансцендентном уровне. Не нашего ума дело судить, кто выше, кто ниже. И тем не менее. Иначе говоря, это очень важная отправная точка, которую мы должны хорошо зафиксировать в своем уме. И Мадвачарья фиксирует ее снова и снова и снова. Но, тем не менее, сказав это, мы с очень большим почтением и благоговением, и даже трепетом в сердце попытаемся опровергнуть слова Мадвачарья, который объясняет эти стихи не так, как объясняют наши ачарьи, ачарьи Гаудея Сампрадайи. И, к сожалению, это объяснение лишает человека возможности вступить в личностные отношения с Кришной. И именно поэтому мы опровергаем их. Еще раз, мне хотелось очень четко зафиксировать этот момент, что Мадвачарья не ошибается. Мадвачарья дает определенную интерпретацию этим стихам, которая необходима в духовной эволюции человека. Он фиксирует или утверждает, устанавливает трансцендентное положение всех вишну аватар. И для него, в сущности, очень важно объяснить также многочисленные утверждения из Упанишад, которые говорят о единстве. Вы же наверняка слышали, что в Упанишадах есть много утверждений, которые говорят, что все едино, правильно? И одно из них, одно из самых важных утверждений – «неха на насти кинчана» – нету никакого разнообразия там. «На-иха на наасти кинчана» – никакого кинчана на наасти, на иха. Там в духовном мире нет разнообразия. Иначе говоря, в духовном мире все находятся на одном уровне. И Мадвачария говорит, что да, никакого разнообразия нет. В каком смысле? В том смысле, что на уровне Бога волос Бога не отличается от чего? От самого Бога. Волос Бога, даже один волос Бога, он равен самому Богу. В теле Бога нет никаких различий. И для Мадвачария – это принципиальный момент. Ему нужно утвердить это единство и объяснить это единство. Все эти утверждения Упанишад имеют отношение к Богу или к сваготабеде. На уровне Бога нет различий. И он доказывает это. Поэтому, с его точки зрения, говорить, что одна аватара выше, чем другая аватара – это святотатство. Он конкретно совершенно говорит, это двешти, это ненависть по отношению к Богу. То есть, непонимание, невежество. Поэтому нам нужно быть очень осторожными, еще раз, когда мы начинаем судить о трансцендентной сфере. Нужно быть очень осторожными. Поэтому Шила Прабхупада разгневался. Он увидел в этом оскорбительное отношение. Очень тонкая вещь тут. Итак, давайте все-таки послушаем это утверждение Нехана Насте Кинчана из Катха Упанишад и Брихадараньяка Упанишад. В двух Упанишадах оно повторяется. Но в то же самое время мы-то с вами к другой школе принадлежим. И в нашей школе не только есть различия между Кришной и Вишну. Не только, не говоря уже о том, чтобы проводить различия между Мацией или Курмой и Кришной. Проводим мы эти различия? Проводим. Мы еще даже проводим различия между Кришной во Вриндаване и Кришной в Мадхури. И Кришной в Двараке. И другие люди слушают это и говорят, ну вообще. Реально. Если, ну мы правда с радостью признаем это. Мы говорим, ну да, что поделать. Мы последователи Чайтани Махапрабху. Почему мы должны быть другими? Но реально для нас, слушайте, этот расовичар. Расовичар очень важен. Есть татва-вичар или философия с точки зрения татвы. И с точки зрения татвы Курма, Матсия. Мы полностью согласны с Мадхвачарей. Курма, Матсия, Вишну. Все они находятся на одном уровне. Вараха, Нарисимха, Рамачандра, Кришна. Но с точки зрения расы они очень сильно отличаются. И даже Кришна в Двараке не является объектом нашего поклонения. Объектом нашего поклонения является кто? Кришна во Вриндаване. Мы же во Вриндаване хотим. Или кто-то в Двараку хочет? Ну, в принципе, тоже неплохо. Слушайте, мне много еще надо сказать чего. Объяснение Мадхвачаре очень логичное. И очень глубокое. Очень хорошее. Комар носу не подточит. Аудари Дампрабу не зря сказал, что опасно очень слушать такие вещи. Опасно. К 40 стиху 10 главы Бхагавадгиты. К заключительным стихам 10 главы Бхагавадгиты, где Кришна говорит, что все эти вибути, различные мои проявления, искры моего великолепия. Мадхвачаре говорит, что в сущности здесь, подводя итог... Слушайте, это важно. Сначала вспомните 10 главу Бхагавадгиты. В 10 главе Бхагавадгиты Кришна говорит, что из всех демонов я кто? Прохлад. Из всех змеев я кто? А? Васуки. Правильно. Из всех поддерживающих этот мир кто я? Шеша. Из всех неподвижных существ я кто? Гималайи. Из всех водоплавающих я кто? Акула. Макара. И так далее. Кришна объясняет. Из всех месяцев я Маргашира. Он объясняет самые разные моменты. И потом он дальше говорит о том, что все эти вибути, яд-яд-вибути-мат-саттвам, это вибути-йога, 10 глава, все они проявления моего великолепия. И Мадхвачаре объясняет, что есть два, две формы проявления великолепия Бога. Когда Бог вкладывает свою энергию куда-то. Если Бог вложит свою особую энергию куда-то, то это явление будет излучать его теджас и будет производить очень сильное впечатление. Гималайи – это не прямое проявление Бога, но это его теджарупа. И одновременно с этим Мадхвачаре говорит, есть теджарупа и есть теджасварупа. Теджа – значит энергия Бога. Есть проявление Бога, куда Он вкладывает всю свою энергию. И эти проявления находятся на каком уровне? На уровне Вишну Татвы. Он говорит, не нужно путать, что смысл 10 главы в том, чтобы провести это отличие между искорками великолепия, которые вложены в обычных живых существ, и полным проявлением великолепия, которые появляются в этом мире, потому что Господь проявляет Себя Сам. Он говорит, что есть теджарупа и теджасварупа, и что не нужно путать, и что есть Кришна, Вьяса, Рама и так далее. Капила, Ягья – это теджасварупа или проявление самого Бога. И тут, в доказательство того, что есть две этих категории, и, как я уже сказал, это фундаментальное положение Мадвы, сколько бы энергии Кришна в вас не вложил, вы все равно останетесь кем? Дживой. Может быть, даже Брамой. Все равно вы останетесь живой. То, что Шила Праупада объясняет в комментарии. Сколько бы Кришна энергии в вас не вложил, вы не поменяете свой онтологический статус. И в то же самое время есть принципиально иная категория, принципиально иная онтологическая категория Вишну Татвы. Есть Джива Татва и Вишну Татва. И те и другие могут быть носителями энергии Бога. Но это не стирает различия между ними. Невозможно стать Богом. Понятно, да? Пока все понятно. Теперь дальше. Дальше, для того, чтобы доказать это, Шила Мадвачарья цитирует два стиха из третьей главы первой песни Шимадбхагвата. 27 и 28. И слушайте, потрясающе цитирует. Единственная деталь небольшая, очень важная. Один слог в 28 стихе, который мы изучаем, в изложении Мадвачарьи звучит по-другому. Один слог отличается, но этот один слог полностью меняет всю суть. Мы говорим, как с вами? Это, это, чамша, калах пумсах. Кришна с бхагаван своям. Кришна с ту бхагаван своям. Мадвачарья говорит, это, свамша, калах пумсах. Вместо это, чамша, калах пумсах. В нашей версии Шимадбхагватам, версии Шидара с вами, эти и, эти чаи, это значит, эти и другие, всевозможные другие воплощения Бога являются амши и калы. Но Кришна кто? Своям бхагаван. Кришна своям бхагаван. Давайте очень громко это крикнем, чтобы хотя бы это осталось в памяти. Кришна с ту бхагаван. С ту бхагаван своям. На сту бхагаван своям. Все, хорошо. Окей. Слушайте, это важная вещь. И сложно немножко с такой большой аудиторией работать. Приходится периодически прибегать к ораторским приемам. Я сейчас прочитаю 27 стих и 28 стих и объясню, каким образом очень гармонично и очень логично Мадвачария объясняет их с точки зрения своей философии. Он говорит, все риши, ману, полубоги, потомки ману, обладающие особым могуществом, представляют собой полные части или части полных частей Господа, тоже относятся к праджапате. 27 стих перечисляет разные другие уполномоченные воплощения. Риши, ману, девы, полубоги, ману-путры, дети ману, махо-джасах, у них великий отжас, у них великая, все они калы или части хари. Так? И дальше, следующий стих. Это свамша калах пумсах, кришна сту бхагаван своям, эндрали вьякулам локам мридаянти юге-юге. Что говорит Мадвачарья? Мадвачарья говорит, смотрите, в этих двух стихах как раз говорится о двух категориях живых существ. Первая категория живых существ – это риши, девы, ману, и они являются калами Господа. Правильно? То есть частями Господа или дживами, в которые Господь вложил свою особую энергию. И это просто кала. Так? Потому что тут ясно говорится, кала-харе, харер-кала. Они являются калами хари или частями хари. Правильно? Что он говорит в следующем стихе? Это свамша калах пумсах, кришна сту бхагаван своям. Он говорит, что в сущности есть просто калы хари, или части хари, а есть свамша калы. Это свамша калах. Есть просто кала, а есть свамша кала. Правильно? Есть дживы, в которые Кришна вложил свою энергию, это просто кала Кришны. А есть свамша калы, то есть проявление самого Бога. Сва-амша кала. Свамша в его переводе означает прилагательное к слову кала. Понимаете, да, о чем речь? Есть две категории частей Бога. Есть свамша калы или вижну татвы, и есть просто калы или джива татвы. Понятно, да? То есть эти два стиха, по сути дела, очень четко подтверждают философию мадвачарьи. И сейчас я вообще гаудийскую философию опровергну полностью. Слушайте, ну вернее не я опровергну, он опровергнет, но очень мощно опровергнет. Так что если мы на этом закончим, то никаких шансов нету. Придется исконно потерпеть большую потерю в человеческих силах. Он говорит, что есть два этих стиха, что есть два этих стиха, которые очень четко это подтверждают. И что второй стих, этот 28 стих, значит? Это свамша калах пумсах. Есть эти свамши. Кришна сту багаван сваем. Что значит Кришна сту? Ту не значит но. Ту значит эва, поистине. И они все поистине, как Кришна, в смысле, что как Махавишну. Потому что Кришна, мы знаем, это Махавишну, тот, в кого все входят. И что они все в своем багаван. Иначе говоря, слушайте, как он этот стих переводит. Это свамша калах пумсах, Кришна сту багаван сваем. Все эти свамши, они сваем багаван. Они сам Бог. Не Кришна сам Бог, а все свамши сам Бог. Правильно? Да почему же нет-то? Все правильно. Все правильно пока. Более того, более правильно, чем у нас. Потому что дальше, что говорится? Я уже говорил Мридаянти. Глагол Мридаянти в каком числе стоит? Во множественном. То есть, иначе говоря, подлежащее в этом предложении, в этом стихе, должно находиться во множественном числе. Иначе говоря, перевод Мадвачарьи какой? Все это свамши или различные проявления самого Бога. Они многочисленны. Они все находятся на одном и том же уровне. Они все багаван своям. И они все приходят для того, чтобы индрари в Якулам Локам, когда все эти враги индры производят беспокойство в этом мире. Локам. Мридаянти Юге Юге. Они приходят, чтобы их из века в век для того, чтобы их укротить. Логично? Логично. Правильно? Все хорошо? Что нужно? Пакуем свои вещи? Не-не-не. Вопросов много. Подождите, подождите. Не торопитесь. У него в Бхагаватам так написано. Зачем он изменил? Мы с этим еще разберемся. Постойте. И более того, он говорит, а почему Кришна-то тут упомянут? Почему Кришна своим багаван? Ну, во-первых, мы уже сказали, что Кришна не обязательно тот самый Кришна. Кришна может быть Махапуруша. А с другой стороны, он говорит, а друзья мои, что нам здесь Сута Гасвами хочет сказать? Что они все, даже Кришна, который всего лишь навсего воплощение кого? Волоса. Находится на одном и том же уровне. То есть, даже этот Кришна, который всего-навсего один волос вишну, и тот сам Бог. Не говоря уже обо всех остальных. Чувствуете, да? Мощно? Круто? Логично? Вот и попробуйте опровергнуть. И ни за что бы не опровергли, если бы не Джива Гасвами. То есть, он приводит еще несколько аргументов, но говорит, что в принципе никакая другая интерпретация не подходит. И, короче говоря, в общем-то, не пытайтесь ничего сделать. Мридаянти во множественном числе. Кришна, понятно, он Кеша Аватара. И просто его как самый курьезный пример Аватар приводит. Потому что, ну, если волос находится на том же уровне, то что говорить обо всех остальных? Понятно? Все понятно, да? Разоблачение будет потом. Шутка. Я не оставлю вас с этим. К сожалению, времени очень мало, но слушайте, тем не менее, какие-то очень важные вещи я вам скажу. Шиладживы Гасвами, мы бы никогда не разобрались во всем этом сами, если бы Шиладживы Гасвами не пришел и не показал, насколько на самом деле это все нелогично. И послушайте, как он объясняет все. Во-первых, он говорит, несколько очень важных пунктиром я какие-то его аргументы приведу, но тем не менее, они важные. Он говорит, давайте с вами заглянем в самое начало третьей главы. Мы с вами читаем, изучаем третью главу Шимадбхагаватам первой песни. И в самом первом стихе третьей главы Шимадбхагаватам говорится. Джагрихе Пурушам Рупам Бхагаван Махат Ади Бих Самбутам Шодаш Ахалам Аду Лока Сисрикшая. Он говорит, Джагрихе Пурушам Рупам Бхагаван. Бхагаван принял форму кого? Пуруши. Джагрихе значит принял. Бхагаван. Джагрихе Паурушам Рупам Бхагаван Махад Ади Бих. И он вошел в эту Махататву и начал творить. Иначе говоря, есть Бхагаван и есть кто? Пуруша. Бхагаван принял форму Пуруши. Чувствуете? То есть Бхагаван и Маха Пуруша разные личности. Понятно, да? Это первая вещь. Он с этого начинает. И это очень легко упустить. Бхагаван принимает форму Пуруши. И дальше, что происходит? И он подробно описывает дальше в пяти стихах творение. И он не говорит, кто такой Бхагаван. Он просто говорит, Бхагаван принял форму Пуруши. И потом он дальше описывает разные формы или разные лил-аватары, в которых Пуруша приходит сюда. Но когда он доходит до стиха, где он описывает Кришну, до 24 стиха, если я не ошибаюсь, в 24 стихе он описывает Кришну, он перечисляет аватары разные, начиная с кумаров, кумары, потом вараха, потом нарада. Он перечисляет все эти аватары. И потом он говорит, в 24, нет, в 23 стихе, В 19 и 20 воплощении в династии в Ришну Бхагаван пришел в образе Рамы и Кришны, то есть была Рама и Кришны. И это первое упоминание Бхагавана во всей серии стихов. До этого он говорил, что Бхагаван принял форму Пуруши. И сейчас он снова говорит, Бхагаван пришел как Рама и Кришна. И что очень интересно, до этого, когда он перечислял разные аватары, кумаров сколько? Четыре. Он говорил, это одна аватара. Нара-нарайна их сколько? Двое. Он говорит, одна аватара. Тут Рама и Кришна, две отдельные аватары. И он уважительно называет их Бхагаваном. Никакую другую аватару он Бхагаваном не называл. То есть он уже даже в списке этих аватар выделяет Раму и Кришну, или Балараму и Кришну, и говорит, что они сам Бхагаван. И дальше в этом стихе, это Чамша, Калах, Пумсах, Кришна, стул Бхагаван своям. Он очень ясно говорит, что все это части и части частей, но Кришна кто? Бхагаван своям. И он упоминает тут Пурушу, Пумсах. Это Чаамша, Калах, Пумсах. Они части и части частей Пуруши, но Кришна сам Бхагаван. Иначе говоря, вся тайна раскрыта. Шиладжива Госвами говорит, что умные, мудрые люди, они начинают свою речь и кончают свою речь одними и теми же словами. И Сута Госвами, объясняя разные аватары, он вначале говорит, Джагрихе Пурушам Рупам, Бхагаван. Бхагаван принял форму Пуруши. И тут он тоже говорит, Пуруша, он пришел в виде многих аватар, но Кришна, Кришна стул, Кришна стул Бхагаван своим. Чувствуете, да? Логично. Мы начали с этого, мы кончили этим. Это самый последний стих, который завершает весь список аватар. И он снова вспоминает Бхагавана, снова говорит о Пуруши, подводит итог всему. Только глупцу, может быть непонятно, что он хочет нам сказать. Только глупцу или тому, кто хочет доказать какую-то другую философию. Слушайте, это самое начало. Это самое начало его объяснений. И дальше мне хотелось у вас спросить одну простую вещь. А Кришна Бхагаван или Бхагаван Кришна? Кришна Бхагаван или Бхагаван Кришна? А в чем разница-то? От перемены мест слагаемых сумма не меняется, правильно? Бхагаван 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 Бхагаван. А почему? Если Бхагаван Кришна, что значит есть другие Бхагаваны? Вот Бхагаван Шива. Бхагаван Шива. Слушайте, Аударедама правильный ответ дал, но нужно понять, как, почему так важно, почему он говорит не Бхагаван Своям Ту Кришнах. Он говорит Кришна Сту Бхагаван Своям. Потому что если мы говорим Кришна есть Бхагаван, это очень важно, то если мы говорим, что Бхагаван стал Кришной, то тот же Бхагаван может стать кем? Шивой. Тот же Бхагаван может стать кем? Рамой, Курмой, Бхактой Васей. Не, Бхактаваси не может стать. Ну, хотя, если захочет, может. Ему не слабо. Если мы говорим «Бхагаван Кришна», то значит этот «Бхагаван» изначально, и он может принять много разных форм. Правильно? А если мы говорим, что «Кришна Бхагаван», то мы хотим что сказать? Еще и добавляем «Своям Бхагаван», то есть «Сам Бхагаван», то что мы хотим сказать? Только Он, Сам Бхагаван. Только Он, Сам Бхагаван. Чувствуете, да, если мы меняем порядок, то даже порядок очень сильно, очень много значит в данном случае, потому что Сута Госвами хочет доказать нам эту поразительную вещь, то, что Кришна есть изначальная причина всех причин, что Он выше даже Пуруши. Что Он даже не аватарий. Есть аватары, то есть воплощение Бога. Есть аватарий, источник, из которых они приходят. Кто источник всех аватар? Пуруша. Пуруша. Извиняюсь, Кширадакаша и Вишну. Они приходят сюда через Кширадакаша и Вишну. Правильно, Он аватарий. Кто является источником Пуруши? Кришна. Кришнасту Бхагаван Своям. Кришнасту Бхагаван Своям. Кришнасту Бхагаван Своям. И Он говорит дальше очень важную вещь. Он говорит, что в высшей степени нелогично, только что Он упомянул Кришну. Правильно? Всего два стиха до этого Он упомянул Кришну. Почему вдруг Он опять упоминает Кришну, а оказывается Он имеет в виду кого-то другого? Ну, логично это или нет? Нет, Я же только что говорил о Кришне, и значит, что Я имею в виду того же самого Кришну. И Он говорит очень важную вещь. Если я вам скажу сейчас, что Бхакта Вася очень умный, все стали вспоминать про Бхакту Васю, что значит это утверждение? Это утверждение значит, если я говорю вам именно в таком порядке, Бхакта Вася очень умный, это значит, что вы что-то уже знаете про Бхакту Васю. Правильно? Но не знаете еще, что Он очень умный. Но про Бхакту Васю знаете. Потому что если я просто вдруг ни с того ни с сего начну говорить, Бхакта Вася очень умный, вы будете чесать у себя в затылке и думать, что это он вдруг про Бхакту Васю, кто такой Бхакта Вася, и что мне за дело до того, умный он или глупый. Правильно, да? Иначе говоря, когда Сута Гасвами говорит, Кришна стул Бхагаван Своям, Он имеет в виду, что мы уже про Кришну знаем. Что мы только что услышали про Него, что Кришна, этот самый Кришна, пришел в виде 19 и 20 воплощений, но при этом Он хочет сообщить нам что-то новое. Что новое про Кришну Он нам хочет сообщить? То, что Он Своям Бхагаван. То, что этот самый Кришна, про Которого Я Тебе уже говорил, Он, оказывается, Своям Бхагаван. Это как, если бы мы пришли к обитателю Вриндавана и сказали ему, который знает Кришну, и сказали ему, ты знаешь, Кришна-то Своям Бхагаван, Он очень обрадуется. Он скажет, ну надо же, наш-то пробился. Наш-то, наш, этот Гопал, Акас Своям Бхагаван, О, дяй, харибол. Он говорит, тот самый Кришна, который приходил как аватара, на самом деле Своям Бхагаван. То есть, Он источник всех аватар и всего остального. Иначе говоря, сам порядок слов указывает на то, что Кришна есть подлежащая в данном случае, и Он не есть сказуемая или предикат. Предикат идет позже, и нам сообщает Сута Госвами нечто очень важное. Мне нужно кончать. Я еще несколько, я хотел очень много еще всего сказать вам, но немного и вместите. И хочу еще несколько слов сказать. Потерпите, пожалуйста. Еще очень важные несколько вещей хотел сказать. То есть, иначе говоря, Шиладжива Госвами говорит, смотрите, как все логично. Все же понятно, что нам хочет сказать Сута Госвами. Он начал, сказал, что некий Бхагаван принял форму Пуруши, из Пуруши пришли все эти аватары. И в конце, подводя итог всему, Он раскрывает нам секрет. Кто этот Бхагаван? Оказывается, этот сам Кришна. Почему он тогда перечислен в виде аватар? Спрашивается. Логичный вопрос? Да. А почему его тогда аватарой-то назвали? Нельзя было, что ли, не перечислять его, а в конце сказать, оказывается, Кришна сам Бхагаван. Почему его аватарой назвали? Да по очень простой причине. Если царь становится министром, он не перестает от этого быть царем. Да, Кришна пришел как аватара. Да, Кришна выполнял функции аватары. И более того, слушайте, это немножко чересчур для вас, но тем не менее, он говорит, что то, что Кришна аватар, мы узнаем из чего? Из контекста, правильно? Перечисляются разные аватары, и по контексту мы понимаем, что Кришна аватара. Так? А иначе говоря, это некое контекстуальное объяснение того, что Кришна аватар. Но есть прямое утверждение. Кришна сту Бхагаван своям, но Кришна сам Бог, сам Бхагаван. И какое из этих утверждений сильнее, если мы начнем их взвешивать? Конечно, прямое. Есть разные виды утверждений по силе в ведических писаниях. И нужно знать, какое утверждение самое мощное. Он говорит, что шрути или прямое утверждение, когда прямо называются вещи своими именами, оно самое могущественное и самое сильное. Давайте мы сейчас буквально еще пару минут потратим на одну вещь. Мы скажем, почему чтение или почему версия, которую приводит Мадвачария, мы не можем ее признать. Почему не это свам шоколах пумсах, а это чам шоколах пумсах. И каким образом ча, во-первых, разбивает всю интерпретацию Мадвачарии, а во-вторых, объясняет контекст, почему глагол находится во множественном числе. Еще соображаете что-то или нет? Еще соображаете, да? Слушайте, это очень важно. Во-первых, смотрите, что говорит Мадвачария. Перечислены разные риши, ману, дети ману, мудрецы, праджапати и так далее. И он говорит, это всего лишь калы или вибути Кришны. А дальше говорит, это свам шоколах пумсах. Но есть свам шоколы, и они части самого Бога, они сам Бог, они находятся на уровне самого Бога. Во-первых, если мы возьмем слово «это», «это» что значит? «Эти», правильно? «Эти» значит какие? Значит те, что только что были перечислены, правильно? С чего он начинает перечисление всех аватар? С чего он начинает? С кого он начинает? Кто первый аватара? Кумары. Кумары являются свамшей? Кумары являются вишнутатвой? Нет. Третья аватара кто? Нарада. Нарада является вишнутатвой? Нет. И в перечислении Будда не является вишнутатвой, в перечислении, которое он дает, Калки тоже не является вишнутатвой. Есть огромное количество не свамш. Поэтому сам стих неправильный. Нельзя сказать «это свамша», потому что они не свамши, там всего несколько свамш. Там всего несколько вишну аватар, вишнутатв. Чувствуете, да? Первая ошибка. Первое смиренное возражение. Первое смиренное возражение. То, что на самом деле притху, они все относятся к категории авеш. Поэтому наша интерпретация правильная. Эти и другие, многочисленные другие. Амша и кала, они все части. Кришна сту богаван своям. Кришна сту богаван своям. И дальше, если бы это было правильно, то тогда сам стих не имеет никакого смысла. Это свамша калах пумсах. Зачем Кришну-то приплетать туда? Ну, нелогично же, правильно? Они все свамши, и они все приходят, чтобы убивать демонов. Все. Кришна-то при чем тут? При чем тут Кришна? Кришна сту богаван своям. Но абсолютно нелепое добавление какое-то. Правильно? Иначе говоря, фраза Кришна сту богаван своям не несет никакой дополнительной информации. Она абсолютно излишне. То есть, с точки зрения риторики, это ошибка. Может в Ясадев делать ошибки? Нет. Он хочет сообщить нам нечто в высшей степени важное. Кришна сту богаван своям. Эта фраза имеет смысл. Потому что достаточно сказать, все они свамши, и все они приходят тогда-то и тогда-то. Правильно? Все правильно. Я не понимаю, вы понимаете или не понимаете? Или вы уже махнули на все рукой и решили на Галоку-Вриндауну отправиться преждевременно, будучи полностью убежденными в том. Дальше, Сила Джива Госвами не успокаивается на этом. Он говорит, что если бы все свамши, если бы все аватары Господа находились на одном и том же уровне, если бы это было так, то тогда бы в ведах не говорилось, что из Васудевы происходит Санкаршина, из Санкаршины происходит Прадюмна, из Прадюмны происходит Анирутха. Тогда бы иногда говорилось, что иногда Васудева происходит из Санкаршины, а иногда Санкаршина происходит из Васудевы. А иногда Анирутха происходит еще из кого-то, или Васудева происходит. Если они одинаковые, правильно? Но почему-то все время говорится, что из Васудевы происходит Санкаршина, потом Прадьюмна, потом Анирутха. И более того, в Тантрах, где объясняются, в Агамошастрах, где объясняются эти четверичные экспансии, говорится, что только у Васудевы шесть качеств. У Прадьюмны, Санкаршина, Анирутхи по сколько качеств? По два качества. Они не полные. Он говорит, что если бы все были на одном уровне, то тогда бы в третьей песне с Шимадбхагватом не была бы описана история, когда кумары спустились на Паталу Локу. И кумары, спустясь на Паталу Локу, увидели кого? Санкаршину. И Санкаршин чем занимался? Кто-то с Шимадбхагватом читал иногда? Когда кумары спустились на Паталу Локу и увидели Санкаршину, Санкаршина медитировал. И когда у него спросили, на кого ты медитируешь, он что ответил? Я медитирую на свой источник. Если бы они все были на одном и том же уровне, то тогда бы не было никакого смысла одному медитировать на другого, или тогда бы они могли медитировать друг на друга. То есть смысла нет. И более того, буквально за несколько стихов до этого, в 26 стихе говорится, что есть источник, из которого вытекают ручейки, и аватары подобны ручейкам. Поэтому, и последнее, что я скажу, прежде чем, вернее нет, еще две вещи скажу, уж очень важно. Иначе говоря, они не находятся на одном уровне. Весь контекст этой главы говорит, что они не находятся на одном уровне. Не было бы смысла говорить, что есть озеро и есть ручейки, которые из него вытекают. Ручеек равен озеру или не равен озеру? Нет, не равен. Тогда бы нужно было говорить, что есть один большой океан, и на нем что-то непонятно что. То есть мы не можем с этим согласиться, свамша никак не подходит. Это не то, что хочет сказать, что утверждает Мадва Ачария. Мадва Ачария утверждает, Великий Ачария утверждает, что смысл этого перечисления в том, чтобы сказать, что все находятся на одном уровне. Но само это перечисление доказывает, что они все на разных уровнях. Что нам хочет сказать Сутагасвами? Сутагасвами хочет нам сказать Кришна сту? Что они все там, а Кришна тут. Кришна своям Багаван. Это то, что он хочет нам сказать. Тогда возникает вопрос. Слушайте, важный вопрос, на который мы не ответили. А почему глагол во множественном числе стоит? Если вы говорите, что героем этого предложения или подлежащим этого предложения является Кришна, то тогда нужно было бы глагол поставить в единственном числе. Правильно? Нелогично. Правильно? Смотрите, фраза же сама нерогична. Все они части и части частей Пуруши, но Кришна своям Багаван. И они приходят из века в век для того, чтобы победить. Как непонятно. Вдруг это вставное предложение. Нелогично. Правильно? Это то, что Мадбачария говорит. Правильно? Чтобы вы не запутались, кто это говорит. Потому что не бодрено запутаться. Так вот, слушайте внимательно. Сила Дживагасвами говорит одну очень важную вещь. Если я скажу, Бакта Вася сын, то у вас сразу возникает вопрос. Какой? Чей сын? Это законченное предложение? Нет, не законченное. Сила Дживагасвами говорит, возникает некое ожидание продолжения. Бакта Вася сын? Чей сын? Чей сын? Непонятно, чей сын. Но если мы скажем, Бакта Вася сын Бакты Пети, то это законченное предложение? Законченное. Так вот, он говорит, это Ча, эти и другие, амшакалах пумсах, амшайкалы пумсы, амшайкалы пуруши или параматмы. Все эти и другие, имеется в виду аватары, являются частями, частями, частей пуруши. Это законченное предложение? Он говорит, нет, не законченное предложение. Потому что там есть Ча. Че он нам хочет сказать-то? Незаконченное. И поэтому он говорит, мридаянти, юге, юге, они приходят, когда нужно победить демонов. Он заканчивает это предложение. Но само по себе предложение, Кришна, сту, бхагаван, своям, оно закончено или нет? Оно полностью закончено. И Силадживагасвами говорит, это ту или но, делает это предложение полностью самостоятельным и законченным. И Сутагасвами просто торопится нам сказать то, что он хочет сказать. Кришна, сту, бхагаван, своям. И дальше он продолжает то, что он не закончил. Про этих аватар, которые остались там бедные висеть, непонятно, зачем он про них сказал. И поэтому он дальше продолжает, чтобы предложение было законченным. В этом смысл или такова логика этого утверждения. И дальше самое последнее. На этот раз точно самое последнее, что я скажу. Это то, что Силадживагасвами говорит. Это может быть самое главное. Силадживагасвами начинает поднимать одно за другим различные возражения. И первое возражение, которое он говорит, друзья мои, ну нельзя так, ну нельзя быть фанатиками. Ну нельзя быть фанатичными кришнаитами с выпученными глазами, которые бегают по улицам, кричат Харе Кришна, Харе Кришна, а философию не знают. Ну нельзя так быть. Ну нельзя. Есть сотни утверждений в разных священных писаниях, включая Шримад Бхагаватам, которые говорят о другом. Вы берете три слова, Кришна стул, Бхагаван своям, и говорите, что это одно утверждение перевешивает сотни других утверждений. Ну, друзья мои, ну нельзя быть фанатиками. Закончим на этом. Можно быть фанатиками? Сила Джива Госвами говорит, друзья мои, вы не фанатики. Вы не фанатики. Вы рады этому? Вы не фанатики, потому что, говорит он, слушайте, это очень важная вещь. Он говорит, где находится это утверждение Кришна стул, Бхагаван своям. Это утверждение находится в самом начале Шримад Бхагаватам, в третьей главе первой песни. Эти первые три главы отвечают на шесть вопросов. Все остальное произведение потом начнет отвечать на эти же вопросы гораздо более сложным, изощренным, разработанным образом. Гораздо более здесь дается некая суть или краткое содержание. Третья глава, как называется, я несколько раз говорил, Джанма Гухья Адьяя. Третья глава описывает аватары. Логично ли, чтобы сам автор этого произведения в третьей главе, в самом начале, где описывается смысл всего огромного произведения, не сформулировал закон? Сформулировал закон интерпретации всех остальных историй или закон, которому подчиняются все остальные аватары. Логично? Логично, в высшей степени логично. Сута Госвами, говоря, Кришна стул, Бхагаван своям. Это Чамшакалах пумсах, Кришна стул, Бхагаван своям, дает Парибаша сутру. И Шиладжива Госвами дает определение сутры и говорит, что Парибаша сутра на то и Парибаша сутра, чтобы больше нигде не повторяться. Ведические писания построены по определенному закону. И Парибаша сутра – это дефиниция, это определение, ключ к смыслу всего произведения. И по закону оно никогда не повторяется, оно произносится один раз в самом начале произведения. Джан Магухи Адьяя, глава, который описывает аватары, Шила Сута Госвами или Вьясадев, хочет объяснить нам суть всех аватар, или закон, которому подчиняются аватары, и поэтому он дает нам эту сутру, которую вы должны запомнить. Это Чамша, Калах пумсах, Кришна стул, Бхагаван своям. И сотни, тысячи, миллионы других утверждений, сколько бы их ни было, нужно трактовать с точки зрения этой сутры. И сам Шила Джива Госвами объясняет все остальные утверждения, включая утверждения про Кеша Аватары с точки зрения этой сутры, и говорит, что все же становится понятно, все ясно, что хотят нам сказать. Кришна стул, Бхагаван своям. Если мы поймем это, мы поймем вещим Адбхагватам и все ведические писания. Если мы не поймем этого, мы не поймем ровным счетом ничего. Мы не поймем ни слова из ведических писаний, мы только запутаемся, читая их. И ради этого мне захотелось запутать вас, вернее, нет, создать вас в веру, шастрия шраду, объяснив, что на самом деле каждая деталь священных писаний важна. И эта фраза или этот стих в интерпретации Гаудеи Вайчнавов дает огромные возможности для любви. И если мы хотим полюбить Кришну, мы должны как минимум знать одну эту вещь. Это Чамшикалах пумсах, Кришна стул, Бхагаван своям. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама. Все. Все. Шива Рама Харач, тут мне только два объявления. Первая книга «Подношение Шилы Праупады» впервые на русском языке. Пожалуйста, не пренебрегайте этим, это замечательная вещь. И второе, большой ведический практикум. Сейчас будет стоять Матаджи. Где она стоит? Слева. Вот Матаджи. Очень замечательная программа, большой ведический практикум для начинающих преданных, для продолжающих преданных, для друзей Кришны, для людей, интересующихся ведическими писаниями, ведической культурой. Это очень хорошая программа. Пожалуйста, возьмите рекламные листочки, посмотрите, что это такое, может быть, вас заинтересует. Шиварам Махарач должен начинать свою лекцию, поэтому я не буду подписывать книги. Я подпишу завтра. Приходите в 4 часа. Все подпишу, обещаю. Приходите, чтобы вы просто знали. Информация для учеников. Мы вчера уже объявляли. Завтра в 4 часа в зале Гауранга состоится общий даршин для учеников. Пожалуйста, приходите, и там Гуру Махарач будет подписывать книги. Те, кто не знает, вышло две новые книги. Книга стихов и книга, которая называется «Взгляд на миссию Шилы-Праупады». Эти книги сейчас находятся в конце поддала. Если у кого-то нет, пожалуйста, подходите, приобретайте. Там же есть диски и другие книги Бхакти Ген Махарача. Спасибо.